МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему контроль над Мелитополем имеет стратегическое значение для ВСУ? Опасаются ли обмена и возвращения в Россию, взятые в плен украинскими войсками сотрудники ЧВК Вагнера? Вице-президент Европарламента была задержана по делу о взятке за лоббирование интересов Катара перед Чемпионатом мира по футболу. Также сегодня. К сожалению, многих из этих людей уже по факту не уговорить. Это их уговорит, когда прилетит прямо в дом, завалит подвал, кого-то убьет, тогда, может, они поедут. Пока этого не случится, доводов уже как бы мало остается. Но мы все равно продолжаем стараться. Рассказ волонтера, вывозящего в безопасное место жителей Бахмута, за который идут жестокие бои. Начну сегодня с одной из главных тем вчерашнего выпуска ударов, которые ВСУ нанесли по российским военным объектам в оккупированном городе Мелитополь в Запорожской области Украины. Мой коллега Марк Крутов побеседовал о значении этих ударов с сотрудником расследовательской группы Конфликт Интеллидженс Тим Кириллом Михайловым. Последние дни в сводках с форунта все чаще звучит слово «Мелитополь». Напомните, пожалуйста, в чем стратегическое значение этого города, если оно есть. Ну, это самый крупный, наверное, город Запорожской области, один из самых крупных, которые удалось россиянам захватить. Там сейчас часть, я так понимаю, оккупационной администрации размещается. Ну и, кроме того, он, конечно, находится на одной стратегической линии снабжения. То есть, в принципе, контроль Мелитополя наставит под угрозу, в принципе, поставки как на оккупированную по-прежнему левобережную территорию Херсонской области, так и на оставшуюся часть Запорожской области, в принципе. Опять же, далее там выход к Мелитополю и Львовскому морю позволяет уже более эффективно нанесить удары по территории Крыма, в том числе, возможно, и по Крымскому мосту, или по Атрафику на этом мосту. Ну и, собственно, любое продвижение украинской линии фронт, соответственно, расширяет возможности украинской дальнобойной артиллерии, в том числе Хаймерсов, и, соответственно, ухудшает российскую ситуацию с логистикой, ну и далее приближает освобождение, ну, по крайней мере, южной части оккупированной материковой Украины. То есть можно сказать, что Мелитополь — это часть того самого сухопутного пути в Крым, который России удалось себе пока обеспечить? Да, конечно. Если, как бы, удастся контролировать Мелитополь, тогда любое вот это вот движение в сторону Крыма станет практически, если невозможно, то очень затрудненно. Дело в том, что я напомню, что даже вот какие-то гражданские грузы пытаются сейчас пускать по оккупированной территории, поскольку Крымский мост пока, по крайней мере, не приспособлен для перевозки крупных грузов. Соответственно, стараются сейчас вот этот вот коридор максимально использовать, хотя он и так вот достаточно опасен, в связи с там периодическими там взрывами и так далее. А если украинцы поставят его под огневой контроль, то это сильно нарушит снабжение Крыма, плюс к тому может вызывать там проблемы с жизнедорожным сообщением, поскольку, как я понимаю, до сих пор действует на Крымском мосту только одна жизнедорожная колея. Так что да, это создает потенциально очень серьезные проблемы для России. В Мелитополе за последние дни как раз был один удар Хаймарсом, как минимум один, и через несколько дней после этого был подорван рядом находящийся мост на одной из дорог, ведущих в город. Правда, подорван не ракетным ударом, а, судя по всему, какими-то местными партизанами. Можно ли провести какие-то параллели между Мелитополем и тем, как постепенно-постепенно украинская армия готовила наступление на сам Херсон, тоже перерезая российские пути снабжения, прощупывая артиллерийскими ударами самые чувствительные места, и потом все это привело к оставлению Херсона. Видите ли вы какие-то схожие моменты здесь? Ну, лучше меня, конечно, ответили на вопрос. Понятно, что действительно украинские силы стараются максимально нарушить ситуацию с логистикой противника. Там, насколько я понимаю, также есть небольшая речь, которая протекает в Мелитополе, переправа через которую можно затруднить. Тем более, сейчас вывезти мост из строя удалось гораздо лучше и гораздо быстрее, чем это происходило с мостами через Днепр. Соответственно, вот эта возможность затруднить россиянам реакцию с быстрой переброской войск, затруднить снабжение, потребность которого всегда возрастает в ходе любых боев, в том числе и оборонительных, потребность в артиллерии, потребность в топливе и так далее. Конечно, вот эти удары по линии снабжения и командным пунктам, они могут считаться не только мной, но и другими аналитиками какой-то подготовкой к, как это называется, на западе shaping the battlefield. То есть, что можно привести как подготовка поля боя к данным случаям наступательным действиям. С сотрудником расследовательской группы Конфликт Интеллидженс Тим Кириллом Михайловым о стратегическом значении Мелитополя беседовал мой коллега Марк Крутов. В Украине самые ожесточенные бои сейчас идут под городом Бахмут, ставшим для российской армии и главной целью на этом этапе войны. Каждый день в Бахмуте гибнут военные с обеих сторон и мирные жители, оставшиеся в городе вопреки бесконечным артиллерийским обстрелам. Среди этого ада на земле волонтеры не оставляют попыток вывести из-под огня самых, если можно так выразиться, закоренелых противников эвакуации. О работе одной из волонтерских команд, пытающихся правдами и неправдами спасти жизнь находящимся в Бахмуте людям, в интервью «Радио Свобода» рассказал Игнат Ивлев-Йорк. Это сын российской журналистки Виктории Ивлевой. Ивлев-Йорк подданный Великобритании. Он никогда не имел российского паспорта, что и позволило ему приехать в Украину сразу же после начала российского вторжения. Люди не уезжают по огромному количеству причин. Во-первых, люди некуда ехать, у них нет там другого жилья. Они не очень сильно доверяют государству. Они думают, что все-таки тоже людей, когда сначала эвакуировали, там, в мае, когда как бы все началось, нужно было такое активное. Даже до мая людей расселяли по спортзалам, по школам, да, там 50 человек в комнате. У людей это осталось в памяти, они не хотят как бы в таких условиях. Несмотря на то, что сейчас условия нормально созданы, да, люди просто уже как бы в это не верят. Люди не хотят покидать свою родную землю. У людей здесь очень-очень большая привязанность к земле. То есть некоторые из этих людей, может быть, вообще никогда не выезжали с территории Донецкой области. А тут ты им предлагаешь там на Западную Украину поехать или куда-то еще. Третьи люди, их держат их родственники. Они бы поехали, но у них родственники, которые не хотят ехать. Да, там мама, папа, бабушка, дедушка. У четвертых людей, к сожалению, ценности немножко смешены. Они, по факту, если они выйдут, то от квартиры у них ничего не осталось. Потому что добрые люди придут и все разморозерят. Это вот люди мне говорят. Я говорю, да, это так. Я не буду вас обманывать. Вы сами видите, что происходит. Ну и люди выбирают там свое нажитое добро вместо своей жизни. Надеются, что они не прилетят. Но вы же понимаете, это не так, что вот вдруг в один день не стало ничего, нету связи электричества. Вот люди проснулись, и у них нету связи, нету электричества, нету воды, нету беды, нету, ну, рабочих магазинов и постоянные обстрелы. Да, это постепенная прогрессия. Сначала бой был там в 30 километрах, может быть, что-то где-то прилетало, да. Потом он стал поближе. Потом вдруг там перебой с электричеством. Потом связь не стала везде ловить. Потом воды не стало. И человек, он же как бы ко всему привыкает. И ты постепенно адаптируешься, адаптируешься, адаптируешься. И вдруг все приходят, а ты говоришь, ну, мне нормально, хорошо, я в подвале живу с другим звуком. И все в порядке. Потому что ты уже к этому привык. Поэтому это постепенное смещение рамок того, что как бы допустимо. Вот оно и происходит у людей. Конечно, есть и те, которые наверняка ждут русских и думают, что вот, сейчас придется, будет супер. Но в моем опыте таких людей минимум. В основном это люди, которые просто хотят жить у себя дома, на своей земле. Да, они уже через все прошли настолько стойко. Уже и как бы морозы пошли, а они все еще там. Ну, мы пытаемся работать над доверием. То есть мы приезжаем раз за раз, пытаемся дать номер телефона, свои номера, чтобы люди о нас знали, чтобы люди видят, что там мы приезжаем, помогаем, что как бы мы хорошие парни. Один из ребят в моей команде, Андрей, он съездил даже в Тернопольскую область, куда сейчас идет расселение, чтобы пофотографировать места, размещение этих людей. Что этих людей будет ждать? Приезжаем, показываем их кадры, говорим, вот это для вас, вот то, что вас ждет. Но, к сожалению, многих из этих людей уже по факту не уговорить. Да, это их уговорит, когда вот прилетят прямо в дом, завалят подвал, кого-то убьет, тогда, может, они поедут. Пока этого не случится, доводов уже как бы мало остается. Но мы все равно продолжаем стараться. И у нас как бы почти каждый день есть заявки. И мы работаем по заявкам от родственников, которые пытаются их убеждать. Родственники присылают нам видео. Мы приезжаем, говорим, вот, смотрите, вы едете не в никуда, вы едете к своим родственникам, они вас ждут. Когда такого нет, мы просто приезжаем на точку, где мы знаем, что есть люди. Особенно мы стараемся с родителями, с детьми рассказать им, что вот, куда мы вас устроим, мы там под личную опеку вас возьмем, вы поедете не обязательно по государственной программе, но у вас там нашли жилье, это тут, это там, вас примут. Вот примеры людей, которых мы вывезли, у которых все хорошо, только, пожалуйста, выезжайте отсюда. У нас сейчас, ну, шесть человек, ну, сейчас двое ехали, сейчас прямо мы вчетвером. Нет, у нас никакой вооруженной охраны нет, мы не ездим вообще с оружием. Ну, у нас люди с разным жизненным опытом, у кого-то военный опыт, в прошлом есть. У других ребят просто уже большой эвакуационный, гуманитарный опыт, у третьих, там, это больше переговорные способности, там, кто-то другой, по машинам, у нас там есть механик, это очень-очень важно, нам так повезло, что у нас есть в нашей команде Body, Богдан, которая занимается машинами, ибо они все время ломаются. Донбасс, он очень жесток до машины, я вам скажу честно. К сожалению, да, психологов у нас нет в команде, но мы уже, я честно скажу, что мы уже сами, как психологи, ты встречаешь людей, у них есть условно 10 разных аргументов, и я наперед знаю эти 10 аргументов, которые у них будут, потому что я уже столько людей эвакуировал и все это выслушал, да, и ты, когда с ними общаешься, ты пытаешься добраться до самого важного, главного аргумента для них и показать им как противоположную сторону, чтобы они задумались о том, что может быть все-таки стоит эвакуироваться, ну, у нас есть медик в команде, ну, и плюс там, у меня, у двух других ребят есть определенный опыт квалификации в этой сфере, то есть мы можем оказать первую помощь, если это необходимо, понятно, что мы не хирурги и мы не оперируем, да, но стабилизировать человека мы смогли бы. Говорил сотрудник одной из работающих в городе Бахмут волонтерских команд Игнат Ивлев-Йорк. Правозащитный фонд «Русь сидящая» сообщил о десятках внесудебных расправ над вступившими в ЧВК Вагнера, бывшими заключенными российских колоний, дезертировавшими или сдавшимися в плен ВСУ. Фонд ссылается на рассказы бывших сокамерников казненных вагнеровцев, сами они ехать воевать в Украину отказались. Советник главы Львовской областной администрации Любомир Ференц в согласии российских военнопленных записывает их показания. Вот что он говорит об общении с пленными, в том числе и с вагнеровцами. Я где-то сделал около 60-70 интервью с российскими военнопленными, это россияне. Точно было два ЧВКшника, они это подтвердили на камеру мне, что они из вагнеровцев. И у меня есть подозрение, что был еще один, но он этого не подтвердил на интервью, но где-то на 95% я уверен, что он также из ЧВК Вагнера. Они пошли добровольно воевать. Например, это первое мое интервью было, и это был ЧВКшник, мне кажется, он уже давно обменен, это пилот СУ. Для меня даже как-то неожиданно было, что ЧВКшники, они вербуют, имеют самолеты и так далее. И второй был, на прошлой неделе мы показывали интервью вместе с ним, он также пошел добровольно воевать. Вот эти вагнеровцы, с которыми я говорил, они как бы готовы были быть обмененными, но там, например, вот этот пилот, он понимал свой статус, он понимал, что он очень ценен, и он знал, что его будут ждать в России. Со вторым, честно говоря, я не знаю, потому что, если можно так говорить в прямом эфире, парень просто был наглухо отбит на этой всей идеологии Америка и так далее, что он за правое дело. Второй вагнеревец прямо мне на камеру сказал, потому что у меня есть такой пассаж, я всегда делаю, хотите что-то сказать украинцам, хотите сказать что-то россиянам. И он прямо сказал, дорогие украинцы, типа вы там поддайтесь, потому что мы вас пришли освобождать, а не убивать. Вот как-то так. Знаете, там есть такая ситуация, например, некоторые видео, которые я показываю, они говорят, что это может быть неправда или фейк. Я понимаю, что это нужно делать, потому что вагнеревец, это видео с кувалдой, я разговаривал с ним в июле, а второй, он как бы так подвояко к нему относился, говорил, ну может быть, а может быть и нет. Они ждут, они хотят возвратиться домой, они немного боятся, что с ними будет. Большинство из них говорит, например, когда мы говорим о кадровых военных, они говорят, что они уже не попадут, не возвратятся на войну и у них могут быть проблемы, например. Они всегда говорят, что те, кто попадают в плен в Украину, они считаются неблагонадежными там, в России, и поэтому они переживают, что с ними будет, что с ними будет делать ФСБ, внешняя разведка и так далее. Там, вот, внутри российской армии это все как бы зыждется на слухах, когда мы говорим. Я просто вам сделаю пример. Когда говорят, вот у русских есть, уже это не попадается, но сперва там где-то первых 20-25 интервью, они были уверены, что вот, например, в украинских тюрмах и в украинских лагерях российским военнопленным отрезают гениталии. Вот просто мне было интересно, откуда эта вся телега. У них все жизнится на слухах. Где-то Иван сказал Васе, Вася сказал Данила, Данила сказал этому, да. Никто ничего не видел, но они это знали и слышали. Я больше того скажу, люди, это смешно иногда было, да, они прямо говорили, вот делайте, что хотите, но только там не отрезайте гениталии, да, и украинцы как бы так на них смотрели, это странно все было, откуда у них эта вся информация. То же самое мы можем сказать, что они считаются неблагонадежными, то есть все по слухам, они где-то это слышали и так далее, и говорят, но это как бы нормально. Им дается указание, что в плен сдаваться это плохо, это во-первых, и во-вторых, они все должны сделать для того, чтобы не сдаться в плен. Мне кажется, это у них где-то даже прописано есть. То есть такое указание есть, если мы говорим об этом. Вот, например, у меня был Морбек с Арктики, это остров Котельный, мне кажется, где-то в России. Когда его ВСУ убрало в плен, он хотел взорвать себя гранатой, но то есть не сработала только ЧК. И второй еще был момент, также в бункере они, кажется, были заблокированы и хотели себя взорвать гранатами, но ВСУ сказала, типа, дурачки, не делайте этого. Типа, это все-таки жизнь, и они сдались в плен. Как бы установка у них такая есть, чтобы себя там взорвать, подорвать, убить и так далее. Да, это правда. До момента, пока они попадают в плен, у них такая есть установка, что все украинцы это нацисты, и в первую очередь это там ВСУ, вот эти бригады, батальоны и так далее. И для них как бы когда они стыкаются с ВСУ, и ВСУ там, например, им оказывают первую помощь, например, есть ранения и так далее. Во-первых, у них это страх есть какой-то, да, и второй, у них как бы есть шаблон, что в Украине воюют наемники. Да, ну, типа там стык Америка и Россия. Ну, это как бы следствие большой пропаганды, они в это все верят, и как бы на основании этой пропаганды у них рождается этот страх. Они хотят возвратиться домой, потому что у них там родные, жены, дети и так далее. Но они боятся неизвестности. Они знают, в какой стране они живут, жили и будут жить. То есть они понимают, что у них там диктатура, они понимают, что у них там нет свободы слова. Да, они понимают, вот часто у них есть такое словосочетание «Я маленький винтик большой системы». И они понимают, что этот маленький винтик, то есть они, когда они возвратятся, с ними может быть все, что угодно. То есть могут убить, посадить, там, не знаю, мучить и так далее. Ну, то есть они понимают, что в России это нормально, и они могут попасть в жернова этой всей большой системы, которая называется Владимир Владимирович Путин и Россия. Рассказывал советник главы Львовской областной администрации, журналист Любомир Фелинс. Говорит Радио Свобода Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф Радио Свобода на экране твоего монитора в твоем мобильном и в твоих наушниках YouTube-канал Радио Свобода Лайф Твой YouTube обретает знакомый голос Вы слушаете информационный дайджест Время Свободы сегодня вторник 13 декабря Темы выпуска представляю я Андрей Широградский Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил вчера, что президент России Владимир Путин не планирует до Нового года традиционную большую пресс-конференцию которую он обычно проводил в декабре Вообще-то даже если такая пресс-конференция проводится пробиться к микрофону чтобы задать вопрос представителям независимых СМИ обычно очень и очень трудно Почему же Путин все-таки в этот раз не захотел выйти к журналистам Вот что думает по этому поводу эксперт Московского центра Карнеги политолог Андрей Колесников Мне кажется что никто вообще ничего не ожидал от него он довольно часто выступает все что он мог сказать он уже сказал все мантры которые он 28 раз повторил известны соответственно каких-то ожиданий специальных в ситуации когда полностью зачищены за несколько месяцев да даже быстрее в самом начале спецоперации в ситуации зачищенных медиа вообще говоря как-то даже странно думать о какой-то пресс-конференции но есть некий пул этот пул задает удобные сравнительные вопросы в Бешкеке в Астане где-то еще но этого вполне достаточно в принципе Путин находится на пути к такой абсолютной бункеризации самого себя он скорее готов говорить сам вона монолог его жанр а не диалог он все еще любит конечно говорить и может быть ему бы доставило удовольствие 4-5 часов посидеть порассуждать но сейчас не очень хорошее время для пресс-конференции или для прямых линий это совершенно разные жанры как бы но они предполагают все-таки даже если заготовлены то вопросы и отвечать стандартно но уже как-то совсем неинтересно я думаю что Путину самому это тоже неинтересно сейчас ситуация когда нужно каким-то образом очевидно много раз отвечать на вопросы о целях о конце того что он начал о возможных временных параметрах в такого рода форматах недостаточно сказать что цели операции будут выполнены какие цели когда что будет являться победой эти же вопросы ну даже лояльные журналисты могут задать зачем ему это собственно нужно у него был формат как бы такой диалоговый с так называемым экспертным сообществом на Валдае но это было сверхудобное экспертное сообщество тем более что в основном были эксперты приехавшие из азиатских стран то есть это было важно обозначить поворот России на восток или на юго-восток а здесь ну я думаю что ввиду собственно отсутствия прессы как таковой нормальной устраивать это все довольно странно даже для Кремля в последние месяцы собственно тренд последних лет когда власть российская теряла всякий стыд но все-таки пыталась как-то там прикрыть что-то какими-то словами прикрывала разные акции там от Скрипалей до вторжения в американские выборы прикрывала там Пригожина со словами что ну это не государственная организация государство к этому не имеет отношения сейчас уже никто ничего не стесняется не стесняется даже того что восхваляют насилие восхваляют ракетные атаки не потрудившись как бы даже объяснить собственно до какой степени это соотносится с правилами существующими в мире с правилами введения войны хотя бы вот вот эта потеря стыда она собственно отменяет вот эту необходимость контактов других мнений альтернативных позиций дискуссий публичных и так далее и тому подобное вот сенатор Клишес который у нас оформляет авторитарное право он сказал что самое главное законодательное по сути дела действие это слова президента слова президента выше законов получается что слова президента выше конституции это говорит о том что и фигура второго ряда представителей стеблишмента они тоже уже перестали стесняться выражение я уж не говорю про кремлевские ток-шоу где уже доносифицируют Казахстан и так далее вот в этой ситуации ему уже ничего не нужно он идет на пролом и это кстати говоря опасно для страны и для мира решение Владимира Путина не проводить в этом году так называемую большую пресс-конференцию комментировал эксперт московского центра Карнеги политолог Андрей Колесников у больших пресс-конференций Путина есть одна важная особенность у задавшего вопрос тут же отнимают микрофон лишая возможности что-то переспросить или попросить уточнить ответ этим пользуется не только Путин перед началом чемпионата мира по футболу в Катаре президент ФИФА Джани Инфантино точно так же провел пресс-конференцию на которой призывал не критиковать Катар за ущемление прав трудовых мигрантов и сексуальных меньшинств а просто наслаждаться футболом если спортивная составляющая нынешнего чемпионата очень интересна то вне стадионов скандалы связанные с чемпионатом следуют один за другим последний такой скандал возможно станет самым крупным коррупционным скандалом в истории ЕС по подозрению в получении взятки за лоббирование интересов Катара бельгийская полиция задержала вице-президента Европарламента члена греческой партии ПАОК Явукаль и еще трех человек при обыске изъяты 600 тысяч евро наличными министр иностранных дел Германии Анна Вербук потребовала тщательного расследования этого дела это невероятный инцидент который должен быть полностью раскрыт со всей силой закона это касается доверия к Европе поэтому это должно вызвать последствия в разных областях это была министр иностранных дел Германии Анна Вербук чешский коллега Вербук Ян Липавский отметил что сотрудничество с Катаром возможно только на основе принципов провозглашаемых Европейским Союзом мы точно не знаем что произошло любой вид коррупции совершенно неприемлем и я рад что бельгийская полиция может действовать безусловно отношения между ЕС и Катаром или европейскими странами и Катаром должны строиться на основе комплекса стратегий включающих разумеется права человека и трудовые права Это был министр иностранных дел Чехии Ян Липавский президент Европарламента Роберто Мицола обещала провести и тщательное внутреннее расследование этого дела чтобы не допустить подобного в будущем Безнаказанности не будет виновные увидят что этот парламент на стороне закона и я горжусь нашей ролью и помощью в этом расследовании ничего не будет подметаться под ковер мы начнем внутреннее расследование чтобы изучить все факты и посмотреть как наши системы могут стать еще более непроницаемыми Обычного дела не будет Мы начнем процесс реформ чтобы увидеть кто имеет доступ к нашим помещениям как финансируются эти организации какие у них связи с третьими странами Говорила президент Европарламента Роберто Мицола по данным средств массовой информации среди задержанных по этому делу генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини и бывший депутат Европарламента от Италии Пьер Антонио Панцери Бельгийское издание КНАК сообщило что дело о коррупции в Европарламенте прокуратура Бельгии расследует с июля этого года Вы слушали информационный дайджест «Время свободы» Его темы представил я Андрей Широградский продюсер выпуска Андрей Амочкин Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода и в популярных приложениях подкастов Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы» У меня на сегодня все До свидания Студия подкастов Радио Свобода Редактор субтитров А.Семкин